Здравствуйте, я Андрей Гречаник, а значит дальше речь пойдет об автомобилях. Для начала расскажу вам о том, сколько стоят сейчас популярные бюджетные автомобили. После этого протестируем с вами совершенно новую для России машину Peugeot 208, проверим, как она на дорогах. А затем я расскажу вам о том, как продавались и почему именно так продавались автомобили в прошедшем 2012 году в России. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Логан и Сандера значительно подорожали. Цена базовой версии бюджетного внедорожника увеличилась на 20 тысяч рублей. Теперь она составляет 469 тысяч. Но эта комплектация богаче не стала. В оснащение входит АБС и одна подушка безопасности. Автомобиль в комплектации с кондиционером, магнитолой и возможностью установки опций и автоматической коробки передач подорожал на 23 тысячи рублей. 651 тысяча вместо прежних 628. Дастер с полным приводом и двигателем 2 литра теперь стоит 667 тысяч рублей. Логан подорожал на 10-12 тысяч рублей и продается теперь минимум за 349 тысяч. Сандера стоит от 359 тысяч рублей. Хёнде поднял цены на Солярис. Стоимость самой доступной версии седана в комплектации Классик теперь составляет 459 тысяч рублей, вместо прежних 445. В начальной комплектации автомобиль имеет две подушки безопасности, системы АБС и ИБД, иммобилайзер, передние стеклоподъемники, подогрев заднего стекла, центральный замок. Версии Optima с мотором объемом 1,4 литра теперь продают по цене от 489 тысяч рублей, а с более мощным двигателем объемом 1,6 литра Солярис обойдется в 509 тысяч рублей. Модель в комплектации Comfort с двигателем объемом 1,4 стоит 537 тысяч рублей, а в максимальной комплектации Enjoy с двигателем 1,6 – 638 тысяч. Стоимость хэтчбека Солярис возросла на 2 тысячи рублей, теперь автомобиль стоит от 445 тысяч, в максимальной комплектации 629 тысяч рублей. Размер доплаты за автоматическую коробку передач и цена опциональных пакетов осталась прежней. Теперь неожиданная новость. Россия обогнала Францию и Италию по продажам электромобилей. У нас куплено уже 90 машинок Mitsubishi IMF. Казалось бы, экологическая ответственность и тяга к маленьким инновационным автомобилям совсем не наш конек, европейцы в этом смысле куда более продвинутые. Но по итогам 2012 года продажи электромобиля в России существенно превосходят аналогичные показатели ряда европейских стран. Например, в России было продано в 1,9 раза больше электромобилей Mitsubishi IMF, чем во Франции, в 2,6 раза больше, чем в Дании, в 3,5 раза больше, чем в Италии, в 3,8 раза больше, чем в Нидерландах. Для справки, IMF единственная из продающихся у нас официально легковых машин на электротяге. Электрическая версия компактного кейкара, построенного на платформе автомобиля Smart. Продавать ее начали в октябре 2011 года. Цена от 1 миллиона 799 тысяч рублей. Вот уж постарались дизайнеры, наряжая новый Peugeot 208. Сам силуэт практически не изменился, и модель осталась узнаваемой. Но детали сделали ее современнее и интереснее. Во-первых, это касается светотехники. И вычурных головных фар с дневными ходовыми огнями, и задних светодиодных фонарей в форме варежки. Еще одна совершенно новая дизайнерская деталь – шильдик с названием марки. Точнее, два шильдика. Один располагается сзади, металлическая горизонтальная планка под стеклом. Второй – спереди, как бы выглядывает из пространства между крышкой капота и радиаторной решеткой. Форма последней – перевернутая трапеция. Ее хромированная окантовка тоже очень украшает, особенно в комплекте с противотуманными фарами. Задняя дверь имеет тоже кленовидную форму, так что экстерьер очень гармонично выверен. Приятно и то, что интерьер у 208-го тоже подобающий. На фоне бюджетных хэтчей B-класса Peugeot очень выгодно выделяется – материалами, дизайном, оснащением. Сиденья здесь мягкие, пухлые, обшитые комбинированной обивкой – такие нравятся девушкам. Но имеют развитую боковую поддержку, а подушка регулируется по высоте. Салон, включая пластиковые детали, может быть выполнен в светлых и темных тонах. Баранка руля маленькая, очень удобная и даже красивая. Первоначально многие начинают сомневаться, видно ли горизонтальную вытянутую приборную панель из-за руля. Но усевшись удобно, подняв сиденье и опустив рулевую колонку, которая регулируется по высоте и по вылету, можно поместить руки на подлокотники, и шкалы приборов будут отлично видны. Видно и все вокруг из-за большой площади остекления. Разве что задние стойки широковаты, но зато зеркала заднего вида достаточно большие. В центре передней панели большой цветной сенсорный дисплей, яркий и с хорошим быстродействием. Решение современное и присущее в малых классах только машинам премиальных марок. Вообще бюджетное оснащение этой машине не идет, как в интерьере, так и в силовых установках. Из них я бы порекомендовал предпочесть две. 120-сильный бензиновый мотор с автоматом и дизель. Двигатель на солярке играючи справляется с этой машинкой. Его момента хватает и на динамичный разгон, и на резвый подхват на скорости свыше сотни. Но сначала этот мотор будет комплектоваться только механикой. И такой вариант основные покупатели этой модели, молодые девушки, явно не предпочтут. Подвеску я бы назвал мягковатой, но она гулко отрабатывает неровности дорог. Впрочем, пробоев или чрезмерных раскачиваний тоже не заметил. Так что из недостатков этого автомобиля на первый взгляд бросается в глаза только один – неумение как следует чистить лобовое стекло. Кстати, оно здесь весьма высокое, а в качестве доп. опции можно установить стеклянную крышу со светодиодной подсветкой. Так ведь еще и салон можно заказать кожаный. Нынешние бестселлеры, почти вплотную приближаясь по цене, такого оснащения не имеют. Российские комплектации и цены на Peugeot 208 уже известны. От 499 тысяч рублей стоит трехдверный вариант Аксесс с литровым мотором на механике. Есть АБС, фронтальные подушки безопасности и металлическая защита картера. За пятидверный кузов доплата 11 тысяч. За кондиционер и боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом в этой комплектации 25 тысяч. За магнитолу с управлением на руле 12 тысяч рублей. От 576 тысяч рублей цена за машину с мотором объемом 1,2 литра. В комплектацию Active входит уже кондиционер и мультимедийный комплекс с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth, USB, возможностью просмотра фотографий. Доплата за 120-сильный мотор и автомат составит 47 тысяч. А такая дизельная версия с механикой обойдется в 665 тысяч рублей. За доплату можно поставить навигацию, систему ESP, климат-контроль, легкосплавные диски. От 626 тысяч рублей стоит машина в топовой комплектации Allure. В нее входит раздельный климат-контроль, кожаный руль, цветной жидкокристаллический дисплей на панели приборов с синей подсветкой, хромированные элементы отделки в интерьере и экстерьере, 15-дюймовые легкосплавные диски, передние противотуманные фары. Что в итоге? Понравилось экстерьер и богатство оснащения. Не понравилось отсутствие автомата к младшим моторам и дизелю. Впрочем, обещают со временем начать ставить роботизированную коробку. Число конкурентов для Peugeot 208 постепенно сокращается. Нет больше в России Ниссана Микро и Форда Фиеста. Японские Мазда 2 и Сузуки Свифт уже совсем не новые и имеют ограниченное количество модификаций. Но остается, например, Шкода Фабия. Привлекая невысокой стартовой ценой в 409 тысяч рублей, в оптимальном оснащении она стоит примерно 550 тысяч. Фабию можно выбрать с разными моторами, коробками и вариантами оснащения. Только трехдверного кузова нет и модель уже отнюдь не новая, да и скучноватой кажется. Opel Corsa тоже сильный игрок на женском поле. Заявленная стартовая цена за трехдверку от 489 тысяч рублей. Но действующий прайс показывает предложение по цене от 514 тысяч. Машина с автоматом стоит уже от 580 тысяч. Но есть и робот с младшим мотором. Зато нет теперь дизеля и горячей версии OPC. Пришло время полноценно подвести итог ушедшему 2012 году. В России он оказался самым удачным для автопроизводителей за все времена. До трех миллионов новых автомобилей продажи в России в прошлом году все же не дотянули. Особенно подкачал декабрьский результат, когда прирост продаж составил всего 1% к аналогичному позапрошлогоднему результату. И все же годовой рост реализации составил 11%. А абсолютная цифра 2 миллиона 935 тысяч 111 автомобилей. Это даже больше, чем в докризисном 2008-м. Рекорд. Среди марок лидером остается Lada. Даже при 7% снижении реализации они умудрились выпустить на дороге более полумиллиона своих автомобилей. Chevrolet, Renault, Kia и Hyundai в такой последовательности разместились эти марки по популярности, пока не смогли приблизиться к результату Волжского автозавода. В десятке моделей лидеров осталось 4 Lada. Старая Niva и Classic отошли на второй план. А Гранта, фактически появившись в автосалонах только в этом году, вырвалась на второе место, уступив только Priori. И обогнала бы последнюю, если бы конвейер смог справиться с валом спроса, и производитель не затягивал бы вывод на рынок пятидверной версии Гранты. Она появится только в 2014 году. Hyundai Solaris, это имя самой популярной сейчас в России иномарки, продолжает наращивать число своих поклонников и почти догнал по продажам Lada Calino. Она, являясь позапрошлогодним лидером, продается сейчас скорее по инерции, поскольку все знают, что в наступившем году начнутся продажи второго поколения модели. Так что рано пока списывать ягодку со счетов. Если же смотреть на прирост продаж, то стремительнее всех набирают популярность Kia Rio, Chevrolet Cruze, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan. Они стали продаваться более чем в полтора раза лучше. Успех Renault Duster тоже феноменален, но он пока не смог подобраться к своему главному конкуренту Chevrolet Niva и держится лишь на 17-м месте продаж. Во многом тоже из-за отставания производства. Длина очередей за Duster просто зашкаливает. А еще региональные дилеры безбожно завышают рекомендованную московским заводам цену. Впрочем, и сами автопроизводители уже в новом году успели поднять цены на автомобили. И вот вам десятка самых продаваемых моделей в России по данным комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса за 2012 год. На первом месте Lada Priora, далее Lada Granta, на третьем Lada Kalina, потом Hyundai Solaris, за ним Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Samara, на девятом месте Chevrolet Cruze и замыкает десятку Chevrolet Niva. Все эти автомобили собираются в России в режиме полного цикла, то есть формально являются продукцией отечественного автопрома. Один интересный момент. В России продолжает расти популярность автоматических коробок передач. На долю машин с автоматической трансмиссией в минувшем 2012 году пришлось около 45% всех новых автомобилей. Для сравнения, в позапрошлом 2011-м автоматом были оснащены 37% новых автомобилей, а пять лет назад лишь около четверти автопарка. Такие данные приводит агентство «Автостад». Причины объяснимы. Во-первых, машин становится все больше, заторы все плотнее. Толкаться в пробках все время, дергая ручку, мало кому хочется. С автоматом оно проще. Во-вторых, ряды автомобилистов все активнее пополняют представительницы прекрасной половины человечества. А они традиционно предпочитают машины с двумя педалями. Есть и другие причины. Например, АКПП теперь есть разнообразные. Обычные четырехдиапазонные и продвинутые восьмиступенчатые, совсем бесступенчатые вариаторы и даже роботы, то есть самостоятельно переключающиеся механические коробки. Автоматы теперь позволяют ездить экономично, динамично, даже вручную переключать передачи, если хочется. А еще появилась возможность покупать бюджетные авто с автоматическими коробками от марок Рено, Шевроле, Пежо. А теперь и Лада. В 2012 году было продано 5217 автомобилей Лада Гранта с автоматической коробкой передач. Редактор субтитров А.Семкин